Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей в студии Анна Клыга. Сегодня вы узнаете о том, как уссурийцы собирают гуманитарную помощь для участников СВО, какие происшествия случились на дорогах округа на этой неделе, что интересного было на дне открытых дверей в одной из воинских частей города, а еще сколько деревьев появилось возле котельной и где провели медиа-субботник. Итак, давайте начинать! Приморские депутаты внесли изменения в краевой закон. Дети бойцов, погибших на СВО, имеют право на квартиру. Причем теперь получить жилье можно до 18 лет. Подробности далее. Еще одну меру поддержки родственников тех, кто был на СВО, предложил губернатор региона Олег Кожемяка. Вопрос о внесении поправок в краевой закон обсудили на заседании парламента Приморья. Реформа предполагает, что семьи участников спецоперации, в которых без отца остались двое и более детей, имеют право на получение жилья до достижения ими совершеннолетия. Может быть, будет кто-то его сдавать, снимать и поддерживать таким образом семьи. То есть, может, кто-то будет в каких-то иных целях объединять семьи, привозить для присмотра бабушку или дедушку. То есть, такую меру для детей, которые находятся сейчас именно в этой категории, я считаю, необходимо принимать. Раньше же такая мера начинала действовать только с 18 лет. Но к политикам поступило много обращений от семей военнослужащих, потому закон решили расширить. Профильные министерства уже разработали порядок предоставления поддержки. Мы предоставляем сертификат по краю из расчета 36 квадратных метров на каждого ребёнка. Приобрести, умножаем на цену стоимости, которая по муниципальному образованию установлена для детей-сирот. Приобрести жильё можно в общедалевую собственность детей. Краевые депутаты единогласно поддержали изменения сразу в трёх чтениях. Через 10 дней после вступления закона в силу в Приморье начнётся работа по оказанию новой меры поддержки. Специалисты отметили, что сертификаты на жильё уже готовы для 11 семей края. Машины волонтёров появились на китайском рынке Уссурийска. Местные активисты и гости из Поднебесной объединились, чтобы помочь российским бойцам в зоне СВО. Дважды в месяц автомобили будут приезжать на строительные и вещевой базары и собирать благотворительные взносы. Подробнее об акции рассказали её организаторы. Наши китайские товарищи очень хорошо помогают. И, в общем-то, это даже больше их инициатива была, чем наша. Предложили поставить машины. Администрация рынка с удовольствием согласилась. И теперь, помимо того, что у нас машины в городе стоят, два раза в месяц будем сюда машины выставлять. Очень хорошая поддержка, очень много помощи от них, начиная от генераторов, бензопил, вещей. Очень качественная помощь, я бы сказала. Все мы, конечно, работаем на общую победу. Но акцент сейчас, в данный момент, вот уже последние несколько месяцев, мы делаем именно на первую линию. То есть ребята просят, мы отрабатываем списки и отправляем уже напрямую. То есть там уже связь на месте через Ростов. В Ростове у нас свой склад. И так как транспортные компании тоже пошли нам навстречу, и больше тонны груза в месяц мы только... Ну вот я лично с Уссурийска отправляю. У меня родственники там воюют, у меня любимый мужчина там находится. Поэтому, когда мне знакомая девочка предложила присоединиться к волонтерам, я даже не задумывалась. Каждая наша акция, когда мы выезжаем на машины, все больше и больше людей приходит, приносят. Это очень приятно. Спасибо всем большое. Субтитры предоставил DimaTorzok Детский сад в микрорайоне Радужном проверили общественные наблюдатели. Народные контролеры часто заглядывали сюда еще на этапе строительства. А теперь решили узнать, как выглядит объект после активной работы. Подробнее о визите смотрите далее. Целая делегация осматривает детский садик в микрорайоне Радужном. Это общественные наблюдатели приехали оценить, как важный для города объект выглядит и работает. Внешне все вполне соответствует названию. Ярко, современно, функционально. Плитки на фасаде немного выцвели, но это дело поправимое. Настал черед заглянуть внутрь. Экскурсия заиграла новыми красками. Садик площадью более 4000 квадратных метров очаровал гостей. Все три этажа здесь для детей. В одних кабинетах оборудованы группы. Таких здесь девять. Четыре ясельных, две младших, по одной средней, старшей и подготовительной. Сад наш рассчитан на 220 мест. На данный момент в детский садик принято 178 детей. Мы уже набираем 21 год у нас в группе ясельные. Вот одна группа есть. С 1 июня мы начнем подбор деток 21 года. То есть мы рассчитываем, еще будет две группы у нас. Детский сад появился в Радужном по нацпроекту. За ходом строительства следили в том числе общественные наблюдатели. Постоянно выезжали на место, общались с подрядчиком, высказывали свои замечания. И вот полтора года назад объект сдали и начали использовать. Оснастили всем необходимым, набрали воспитанников. Планировка здания новая. Помимо групповых помещений предусмотрены отдельные залы для сна, спорта, музыки, занятий с логопедом и психологом. Есть даже сенсорная комната с крокодилом, любимцем детворы. Раньше мы смотрели, конечно же, на строение, на какие-то дефекты, дополнения, где-то что-то не хватало, где нужно что исправить, подкрасить и так далее. А сегодня мы уже, вы знаете, зашли, мы почувствовали душу. Душу. То есть если раньше это была коробка, жизни не было внутри, то сегодня это целый живой организм. Здание новое. Гуляет. Кое-где со временем обнаруживаются небольшие недочеты. Но, как заверило руководство, подрядчик постоянно на связи и готов все исправить. Так, общими усилиями садик становится лучше и краше, чтобы его постоянным гостям было комфортно и полезно здесь находиться. А общественные контролеры тем временем направились дальше, на другие объекты, которые тоже заслуживают их внимания. С наступлением тепла такие выезды у активистов стали регулярными. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. 39 аварий за одну неделю и 9 пострадавших на дорогах нашего округа. Среди травмированных – автомобилисты, пешеходы и пассажиры. С подробностями сводки происшествий Ольга Муравьева. Не самая простая неделя на дорогах округа. В нескольких случаях автомобилисты скрывались с места происшествий. Также череда травмированных людей. Наезд на человека на улице Некрасова в районе здания номер 161. Женщина на Тойоте Сай выехала на прилегающую к дороге территорию. По непонятным причинам не успела затормозить, когда появился пешеход. У пострадавшего черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Столкновение на проселочной дороге. Водитель Ниссана нарушил правила дорожного движения. Совершая маневр, не указал сигналом поворотника о своих намерениях. И угодил в Тойоту Краун. В итоге зачинщик аварии съехал в кювет. У второй машины повреждена передняя часть кузова. Пострадавших нет. Перекресток Горького Фрунза снова в центре внимания. Там произошло серьезное столкновение. Водитель Тойоты Премия решил проскочить через главную улицу со второстепенной и врезался в Лексус. Машина разбросала по всему перекрестку. Пострадал виновник аварии. У него ушиб грудной клетки. Кольцо на Краснознаменной собрало несколько машин. Женщина на Тойоте Витс не уступила транспортному средству на главной. В итоге столкновение с Ниссаном, за рулем которого тоже автоледи. Участницы аварии отделались испугом. Водитель Хонды врезался в столб электроосвещения. В районе 68-го дома по улице Воровского молодой парень нарушил скоростной режим. Не справился с управлением и въехал в опору. Мужчина не пострадал. Пешеход под колесами в районе 55-го дома по улице Краснознаменной. Ниссан направлялся в сторону Чечерина. При возникновении опасности не успел затормозить и наехал на женщину. У пострадавшей сотрясение, перелом руки, ушиб позвоночника. К слову, травмированная переходила дорогу в неположенном месте. Машина улетела с государственной трассы. Женщина на Хонде Инсайт направлялась из Уссурийска во Владивосток. Высокая скорость не позволила вовремя сманеврировать. Автоледи не справилась с управлением и оказалась в кювете. Пострадавшая госпитализирована с компрессионным переломом позвоночника. В дорожно-транспортном происшествии на Краснознаменной еще одна автоледи получила перелом позвоночника. Вся эта неделя оказалась насыщенной на аварии травмы. Также сотрудники ДПС выявили 37 нарушений в правилах перевозки детей. Из положительного – нет пострадавших среди несовершеннолетних. Один мужчина-мотоциклист погиб. Юный байкер получил травмы на дороге. Весной двухколесный транспорт все чаще стал появляться на улицах Уссурийска. Сотрудники ДПС напоминают, что для управления мототехникой необходимы водительские права и обучение на специальную категорию. Защитный шлем, перчатки, внимательность и разумный страх в голове, слагающее для успешного приручения железного коня. Павел за рулем мотоцикла с 18 лет. Не скрывает – падал и ни один раз. Ведь молодость беззаботна. И поймать шум ветра в ушах – ой, как хотелось. Сейчас байкер выработал четкий свод требований к себе. Смотреть на других участников движения, стоп-сигналы, поворотники впереди идущего транспорта. Соблюдать дистанцию обязательно, потому что если ты пропустишь, то, извини, ты упадешь. Обязательно относиться внимательно, особенно в городе, к соблюдению скоростного режима. Скорость – не лучший друг для любого транспорта. Уж когда нет защиты в виде стен авто, она смертельно опасна. В Уссурийске этой весной погиб мотоциклист. Мужчина не успел среагировать на впереди идущий автомобиль. Увечи оказались несовместимыми с жизнью. Также в городе есть подросток, который угодил в ДТП за рулем мототранспорта. Парень получил травмы. Наступил уже теплый период времени, когда на дорогу выезжают много мопедов, водители которых зачастую не имеют водительского удостоверения. За управление мопедом, не имея права управления, предусмотрен эксплуатированный штраф в размере 5000-15000 рублей. И также мотоцикл подлежит эвакуации на штрафстоянку. Сотрудники полиции регулярно напоминают о правилах вождения мототранспорта и выявляют нарушителей. Например, у этого мужчины нет категории, зато есть мопед. А теперь будет и штраф. Кстати, параллельно данные проверяют по базе на наличие неоплаченных квитанций за нарушение правил дорожного движения. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Акцию «Бессмертный полк» на автомобилях предлагают провести сотрудники полиции. Об этом рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России. Жителям нашей страны разрешают обклеить свои машины за несколько дней до и после Дня Победы. В том числе участвовать может и служебный транспорт разных организаций. Подробности далее. Все желающие могут разместить на автомобилях портреты родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой формат позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю. Помимо самого портрета допускается размещение фотоорденов и медалей ветерана, а также истории его подвига, которую любой желающий прочитает на припаркованном автомобиле. Министерство внутренних дел России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семи участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности. Вместе с тем напоминаем, что наносимые на транспортные средства изображения не должны ограничивать обзорность с места водителя. День открытых дверей прошел в частях уссурийского гарнизона. В гости к военным пришли школьники и студенты округа. Солдаты и офицеры познакомили возможных будущих защитников родины с тем, как живут и работают люди в погонах. На месте был и наш корреспондент. Для этих подростков жизнь по армейскому распорядку еще неизвестна. Знакомство мальчишек и девчонок с бытом военнослужащих началось в расположении одной из частей. День открытых дверей прошел в подразделениях уссурийского гарнизона. Солдаты и офицеры провели экскурсию для юных уссурийцев по объектам, которые скрыты за воротами контрольно-пропускного пункта. Данное мероприятие, день открытых дверей, в этом году проводится на базе семи воинских частей уссурийского гарнизона. На совместном совещании с главой определили эти части, определили учебные заведения. После построения – посещение казармы. Здесь, кроме ровных рядов солдатских коек, можно увидеть экспозицию оружия и побывать на тренировке спортсменов части по армейскому рукопашному бою. «Тяжело в учении, легко в бою» – эта фраза Суворова сегодня особенно актуальна. В армии приходится учиться постоянно. Во время боеподготовки военнослужащие осваивают свою специальность по предназначению, а также общевоинские дисциплины. Связь, военная топография, огневая подготовка, РХБЗ, медицинское обеспечение и много-многое другое. Солдаты и офицеры бригады принимали участие во всех войнах и локальных конфликтах последних лет. Историю боевого пути этого соединения можно увидеть в небольшом музее. Коллекцию экспонатов также пополняют и сами военнослужащие. На территории Сирийской Арабской Республики они были награждены, ну и привезли нам в дар, в дар привезли нашу комнату боевой славы, вот данные экспонаты. Первыми гостями дня открытых дверей 80-й бригады стали уссурийские студенты и школьники. Были среди них и юнормейцы. Кто-то из этих молодых людей в перспективе сам готов надеть погоны и прекрасно понимает основные принципы жизни военного человека. Выполнение военных приказов, участие в военных действиях, защита Родины. В целом более 700 школьников и студентов приняли участие в акции. День открытых дверей прошел с целью патриотического воспитания молодежи. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Диктант Победы жители нашего города напишут на следующей неделе. Масштабная акция пройдет 27 апреля в разных уголках России и даже мира. В Уссурийске уже зарегистрировали 9 площадок. Проект Диктант Победы об истории Великой Отечественной войны проводится уже много лет. В прошлый раз участниками стали больше полутора миллионов человек. В этом году среди основных тем – победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте. Там же оформить заявку на участие и выбрать площадку, где удобнее будет проверить свои знания. А пока организаторы предлагают попробовать свои силы в подготовительных тестах. Итоги регионального этапа чемпионата профессионалы объявили в Уссурийске. Площадками проведения конкурса стали несколько объектов образования нашего округа. Участвовали студенты со всего Приморского края. Кто оказался в числе призеров, узнала Полина Мельниченко. Дорог на свете много, железная одна. Вот так празднично в Железнодорожном институте подвели итоги регионального этапа чемпионата профессионалы. Участников, наставников и экспертов наградили грамотами и сладкими подарками. Призерам вручили медали. Поздравили победителей местные чиновники и высокопоставленные лица. Если процесс не всегда приносит удовлетворение, его нужно изменить. Изменение – это то, что мы отложим. Приветствую всех, кто заслуженно победил. Поздравляю всех, кто заслуженно принял участие. Железнодорожный институт стал одной из площадок проведения конкурса в Уссурийске. На базе учебного заведения проходили соревнования по нескольким компетенциям. В том числе впервые по управлению перевозочным процессом. У нас было три соревновательных дня. Студенты работали, выполняли задания по семи модулям. Для них это было очень сложно, волнительно. Так же, как и для наставников, которые непосредственно готовили их к этому мероприятию. В чемпионате поучаствовали молодые люди из Владивостока, Кавалерова, Артёма и Уссурийска. Конкуренция была серьёзной. Соперники наступали друг к другу на пятки. И немало студентов из нашего города оказались в числе призёров. «Были какие-то подозрения, что выиграешь?» «Ну, были. А я проходил всё спокойно, размеренно. Сел. Как пойдёт, так пойдёт. И бог с ним. Что бояться?» «Конкуренция была жёсткой?» «Да, конечно». Напомним, региональный этап Всероссийского чемпионата профессионалы стартовал в нашем городе 3 апреля. Соревнования провели, чтобы привлечь молодёжь в производственную сферу. Победители поедут в Нижний Новгород на конкурс национального уровня. Полина Мельниченко, Игорь Антонов, Телемикс. За сельскохозяйственным образованием будущее нашего региона. Эту и многие другие темы обсудили депутаты ЗАГС Собрания на выездном совещании в Уссурийске. Детально изучили оснащение агропромышленного колледжа, где сейчас получают знания больше тысячи студентов. Давайте узнаем подробности из следующего материала. Мощные, современные и готовые покорять поля. Это площадка сельскохозяйственной техники Уссурийского агропромышленного колледжа. И первая точка остановки депутатов ЗАГС Собрания. Руководство учебного заведения рапортует об успехах. Парламентарии оценивают и прикидывают планы на будущее, которые считают за сельским хозяйством. Мы вошли в программу «Профессионалитет». Мы сотрудничаем с двумя большими компаниями, хоудингами «РусАгро» и «Примагро». Это группа компаний «РусАгро». И сейчас, в настоящий момент, работа ведется о заключении целевых договоров с этими компаниями «РусАгро». Наши студенты уже проходят практику производственную в стенах «РусАгро». Это по мясному бизнесу. Сегодня здесь получают образование 1400 человек. Агропромышленный колледж Уссурийска – это еще и два филиала в соседних районах. Можно сказать, вторую жизнь в заведении вдохнули несколько лет назад. Тогда решились на посевы полей и обучение большего числа студентов. Три года назад начали с нуля. Собрали себе для начала культиватор, бороду и сейлку. Посеяли первое поле. Получилось. На следующий год начали новое что-то покупать. И если в 2020-м обрабатывали всего 50 гектаров земли, то сегодня цифра выросла в пять раз. Приличный штат техники и оснащение по последнему слову кабинетов и лабораторий. Все это удалось отчасти благодаря денежному гранту. В прошлом году колледж получил федеральные 100 миллионов рублей. Здесь установили, например, такие образовательные панели. Могут провести диагностику ветеринара, например, диагностику животного. Поставить ему диагноз, провести осмотр, проверить анализы, какие у него. Все они также изучают. И потом окончательно проверять, правильно ли они поставили. С такой подготовкой не страшно, хоть на производство, хоть в поля. Все мощности колледжа активно используют для отработки полученных знаний. А собственные посевы – это еще и возможность поступления в небюджетных средств на развитие. За профессиональным образованием стоит будущее. Будущее развития и Приморского края, и страны. Потому что у наших колледжей профессиональных учатся настоящие патриоты Приморского края. Именно те, кто планирует и строит свою жизнь с Приморским краем. И, соответственно, для этих ребят на сегодняшний день создаются, на мой взгляд, совершенно другие условия, совершенно другое отношение к профессиональному обучению, как это было ранее. Тесная связь студенчества и производства – хорошая база для пополнения сильными специалистами предприятий региона. Агропромышленному колледжу есть что предложить и будущим специалистам, и нынешним работодателям. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. 80 елок и 200 кустарников высадили сотрудники тепловых сетей. Место знаковое – новая котельная на Московской, которая в этом году начнет отапливать газом Слободу. Сразу два больших дела для экологии Уссурийска. Мы тоже присоединились к благоустройству и посадили свое дерево. Работа кипит на новой котельной тепловых сетей. Нет, это не запуск газового оборудования. Это забота об экологии Уссурийска. Всю территорию предприятия сотрудники засадили деревьями. Благо под боком собственный питомник и хозяюшки участка роза. Одним из направлений национального экологического проекта является сохранение лесов. Как известно, это легкие наши планеты. Поэтому в рамках инициативного проекта «Посади дерево» на территории новой котельной силами нашего предприятия мы уже высадили 80 красивейших елок. Ель колючейшая ее название, которая выращена на территории нашего питомника и будет посажено 202 кустарника-пузыреплодника двух видов. Выполняем посадку зеленых насаждений, елок и кустарников. В дальнейшем это будет способствовать более чистой экологии. Экология будет у нас в городе не только за счет природного газа. Экология улучшится, но и за счет посадки данных насаждений. В плане по периметру всех клумб – живая изгородь. Чаще всего для создания зеленых заборчиков используют кустарник. Пока что он лохматый и высокий, но вскоре его подстригут и причешут, придадут форму. Главное, чтобы прижился и дал листву. Он как бордюрное растение. Он более морозоустойчивый и живучий. Очень сильный ветер, но мы не могли остаться в стороне и, конечно же, тоже хотели поучаствовать в благоустройстве уссурийска. Этот пузыреплодник прямо сейчас на углу этой маленькой олейки посажен именно нами. Елочки тоже почти взрослые. Обычно в уссурийске высаживались саженцы куда меньшего размера, но многие засыхали в первый же сезон. Большие деревья более жизнестойкие. Но таких красавцев сложнее выкапывать, чтобы не повредить корни. Ель выкапывается специальной установкой, установленной на МТЗ-тракторе. Ком земли подрезается ножами. У ели корневая система поверхностная, поэтому она практически не повреждается. При посадке добавляется специальный корневин. Это химические вещества, химический препарат, который регулирует, стимулирует корнеобразование. И каждодневный полив. Поэтому мы надеемся, что, мы уверены, что наши елочки будут жить долго. Сама котельная запустится уже в этом году. В новом отопительном сезоне все многоэтажки Слободы будут получать тепло от газа. Мощности ЛРЗ и РЖД забрали на себя тепловые сети. Напомним, в Иссурийске уже восемь котельных работают на голубом топливе. А вот этого предприятия еще больше улучшит экологию и экономику города. Ирина Мигунова, Роман Адонин. Телемикс. Левый берег Солдатского озера очистили участники акции «Вода России». Сотрудники Приморского лесничества совместно со школьниками прибрались на берегу водоема. Причем во время Краевого субботника там уже наводили порядки. Но уссурийцы быстро восстановили уровень засоренности. Так что работы хватило всем. Левый берег Солдатского озера. Уссурийские школьники внимательно слушают сотрудников погонах. Дело предстоит большое и важное – очистить от мусора территорию, которая относится к государственному лесному хозяйству и ответственность за нее на Приморском лесничестве. А в последние годы еще и на арендаторе. Сегодня мы в рамках этой акции присоединились ко всему миру и решили помочь арендатору. В следующий раз, если наши участковые лесничи приедут сюда и увидят картину, которую мы видим сегодня до нашей уборки, то он будет привлечен к ответственности. На него будет составлен протокол и наложен административный штраф. Пока что арендатор поучаствовал в акции «Вода России» с помощью инвентаря, который раздали детям. Старшеклассники, кстати, тут непростые. Это юные лесничи. Такое доп. образование развивают в 6-й и 28-й школах. Помогали убираться и воспитанники реабилитационного центра. Когда я им только сказал о том, что мы будем участвовать, все за. То есть положительно, дети идут, им это нравится. Они вдохновляют. Почему? Потому что это связь с родой, воссоединение с ней. И они видят свой результат. То, что они хотят подарить ту частичку, и чтобы остальные люди задумались непосредственно, какой вред они наносят. Акция «Вода России» проводится уже 5 лет. Примлес участвует второй год. Убирает берега Солдатского озера и водоема рядом с лесничеством на улице Заречной. А дети всегда рады поддержать экологические акции. К тому же ради любви к природе школьников снимают с уроков. Школьное личничество привлекает, во-первых, тем, что ты с удовольствием можешь помочь всей планете, окружающей среде, и можешь привлечь в это других людей. Когда нам предложили в этом поучаствовать, мы с радостью все согласились и с хорошим настроением пришли сюда. Когда у нас в школе это появилось, я, наверное, стала больше уделять этому времени, потому что этим я занимаюсь, я умею это делать, я знаю, что делать, и я могу предложить какие-то идеи, какие-то новые проекты и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, потому что у нас коллеги с первого класса, и мы все вместе идем, идем, идем. И когда у нас еще есть какое-то общее дело, я думаю, что это очень круто и важно, наверное. Школьные лесничеи навели порядки на Солдатском озере. Теперь здесь чисто, как и должно быть в лесу. Несмотря на то, что это городской пляж, он вне города, и отношения требуют экологичного, а от Свинского погибает. Ирина Мигунова, Алексей Максимов, Телемикс. Работники СМИ Уссурийска вышли на субботник. Каждый год в этих числах служители слова и кадра объединяются, чтобы навести чистоту в городе. И обычно мы убирались на Солдатском озере. Но в этот раз парк «Зеленый остров» стал местом зачистки и скопления видеокамер. Ушли в субботник с головой работники СМИ Уссурийска. За день до общегородской уборки медиакомпании города собрались в парке «Зеленый остров», чтобы навести чистоту, позябнуть на ветру и оставить красоту. Все, но не Евгений Михайлов. Знаете, решил отбросить всякие предубеждения, что мусор должны убирать только специализированные службы. Ответственность каждого гражданина является его личным успехом. И я здесь именно по этой причине. А ваша коллега? Мне хотелось добавить, что Женька депутатом станет. Это крутое общение с коллегами, потому что у нас медиа-субботник. Всегда очень приятно встречать ребят, с которыми ты пересекаешься обычно по долгу работы. А здесь своего рода и дело полезное, и пообщались, и все счастливы, довольны. И действительно лица счастливые, легальный перерыв в работе, обед на свежем воздухе, пятница, весна, природа. А лучше вот здесь провести обед или все-таки в офисе? Конечно, здесь для здоровья и для города полезно. Вот только оставить инфоповод без освещения журналистскому брату никак не можно. Куда ни глянь, везде снимают, режиссируют, творят. На медиа-субботнике, на первый взгляд, снимающих больше, чем убирающихся. Но это на самом деле не так. Но зато вдвойне приятно встретить здесь старых добрых друзей и коллег. А это воспитанники в медиа-мастерской «Ёж». Еще пока учатся быть журналистами и операторами. Вот две видео. Нет, вертикально. Вот так? Вертикально. А, вертикально? Еще. О, Боже мой. Мне кажется, ты меня подталкиваешь. Нет, я держу тебя. Да, конечно, все уж. Мы сделали это. Ульяна Сотникова натаскивает выводок юных корреспондентов на практике. И в нашем кадре создает драматизм. У меня сегодня семь уроков. И все мои нелюбимые. Там география, физика. В общем, что я могу сказать. Я ушла сюда только чтобы вот... Вообще, я люблю убираться. Но ушла сюда только из-за семи уроков. Пока старшие боролись с природными отходами, дети собирали настоящие. Даже стало стыдно за взрослых, что накидали всякое непотребное. Я нашел одну бутылку пива, много пачек сигарет и пачку из-под тем. А ты? Я нашел кучу бутылок и пачки сигарет. Сколько много? Покажите. На самом деле, всегда сложно выбить максимально грязную территорию. Мы всегда любим, да, погрязнее. Но в этом году Солдатского озера нам не досталось. Нам предлагали территорию в районе частного сектора. Мы ее оценили, что это не наш масштаб. Нам мало. И все-таки у нас дети. И мы общественники. Хотим выбирать общественное пространство. В общем, сказали тогда идите сюда. Здесь мусора мало, да, потому что мусор мы убираем почти каждый день. В основном очень много деревьев, ветки, листва и территория очень большая. Поэтому привлечение здесь разных структур на субботник – это, как говорится, благое дело. Субботник, в пятницу, приятный оксюмарон и выходные освободились. Кстати, многие предприятия прибирались заранее, а завтра все остальные. Сюжет о ради и пользы для «Потрепались на ветру» и с коллегами Ирина Мигунова и Игорь Антонов. Телемикс. Звание почетных юбиляров супружеской жизни получила семья Уссурийска. Григорий и Елена Золотаревичи отметили 50 лет со дня свадьбы. Поздравила пару и наша съемочная группа. Григорий и Елена второй раз идут под марш Мендельсона. Впервые влюбленные пришли в этот ЗАГС в юности – в 1973 году, когда решили пожениться. Спустя 50 лет пара отмечает здесь золотую годовщину свадьбы. В знак того, что семья Золотаревичей – достойный пример супружеской жизни, их имена внесли в почетную книгу юбиляров. Такой-то разный день чувствуем то же самое, что 50 лет назад. Любить, ценить, понимать друг друга. Всегда, во всем. И в радости, и в беде. Мы же все это проходили за 50 лет. Как и 50 лет назад, супруги ответили согласием на классический вопрос регистратора. Расписались в документе и получили свидетельство о браке. Но молодоженов поджидали и приятные сюрпризы. Памятный адрес от главы округа Евгения Коржа и видео поздравления от родных. На сегодняшний день мы зарегистрировали 398 пар. Это заключение брака. И провели 7 праздников чествования юбиляров супружеской жизни. Это 4 золота, 2 изумруда и 1 бриллиантовый. 1 бриллиантовый юбилей – это пара, которая прожила в браке 60 лет. Сотрудники уссурийского ЗАГСа приглашают всех желающих торжественно отметить юбилей супружеской жизни. А Григорий и Елена Золотаревичи планируют встретить здесь и свою изумрудную годовщину через 5 лет. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс. Новое спортивное движение появилось в Уссурийске. Церемониальный отряд барабанщиц или мажоретки тренируются на базе 22-й школы города и готовятся к своему первому выступлению. На репетиции побывала наша съемочная группа. Триоли и парадидлы – теперь частью жизни школьниц. Девочки из 6-х, 7-х и 8-х классов собираются после уроков и тренируются в отбивке ритмов на специальных тренажерах – пэдах. Мажоретки готовятся к своему первому выступлению. Церемониальный отряд барабанщиц – это новый проект для нашего города. Создание такого отряда уже давно обсуждалось. И вот в этом учебном году мы начали занятия. Первая группа занимается у нас на базе 22-й школы. Не у каждой мажоретки за плечами музыкальное прошлое. Строгого отбора для приема в коллектив не было. Несмотря на это, далеко не все желающие выдержали плотный график репетиций. Нужно правильно держать палочки, в отличие от обычных барабанов, совершенно другая хватка. И для меня это тоже было как-то непривычно. Это вступление в коллектив вы уже занимались чем-то? Да, я занималась музыкой, получается, так же. Помимо занятий музыкой, есть еще хореография, где девушки учатся мастерству дефиле и маршу. Сейчас отряд состоит из 35 человек. Ладно, когда в одного легче играть. Когда 30 человек одновременно играет, это вместе попадать. Это, конечно, очень сложно. У всех чувствует ритма разное. Кто-то быстрее, кто-то оттягивает. Поэтому, чтобы все звучали как один. Это очень такой процесс занимает не один месяц. Я прошла краткий курс по игре на пэдди. И сейчас под метроном в ряде других мажореток я пытаюсь сыграть в параде долг. И мне кажется, у меня уже получается держать ритм. В будущем планируют сформировать подобные группы и на базе других объектов образования города. Первое выступление церемониального отряда 22-й школы уссурицы увидят на торжественном параде 9 мая. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс. Генеральный прогон нового спектакля на всю оставшуюся жизнь прошел в драматическом театре ВВО. В центре повествования «Первая любовь солдата» и медсестры во времена Великой Отечественной войны. Первыми постановку видела и наша съемочная группа. «Война, госпиталь и первая любовь» – все это оживает на сцене драматического театра Восточного военного округа. Идет генеральный прогон спектакля на всю оставшуюся жизнь. В основе – повесть «Звездопад» Виктора Астафьева, по которой позже написали пьесу. «Эта пьеса для военного театра, наверное, нужна, тем более в нынешнее время. Война – это, конечно, предлагаемое обстоятельство пьесы. Но самое главное, наверное, в этой пьесе, что есть – это любовь. Первая любовь. Она самая-самая запоминающаяся. И вот, а что делать, если первая любовь вдруг случилась во время войны? И случилось в госпитале». 19-летнего солдата Мишу Ерофеева играет Дмитрий Зубок, медсестру Лиду Анастасия Поль. Для обоих роль в военном спектакле дебютная. Но за месяц репетиций молодые актеры прониклись атмосферой. С 40-х годов прошлого века перенесли воспоминания о своей первой любви на сцену и даже нашли общие черты со своими героями. «Как ни странно, я заметила очень много сходства в характере, восприятие определенного мира, ее доброта, ее какая-то детская наивность. И мне это очень близко, и в этом плане мне было чуть проще работать». «Готовиться на самом деле было очень сложно, потому что, во-первых, это война, чувство, которое неиспытано. Это еще первая любовь, 19 лет. Тут очень много предлагаемых обстоятельств, которые накладываются, и все это нужно держать, нужно очень большое количество внимания». Ну а куда в театре без символизма? Рабочее название спектакля совпало с космическим явлением, которое прогнозируют на даты премьеры. 21 и 23 апреля зритель увидит «Звездопад» на сцене и в небе. Драматический театр Восточного военного округа приглашает всех желающих уссурийцев на дебютные показы повести о первой любви. Виктория Калинина, Полина Мельниченко, Игорь Антонов. Телемикс. Вместе с ведущим рубрики «По уссурийскому краю» мы продолжаем таежные наблюдения. Какие цветы можно встретить в это время на лесных полянах? Почему лютики по-научному называются лягушками? Смотрите в выпуске. Весна в полный рост шагает по уссурийскому краю. А вслед за ней по лесным тропам и полянам движемся и мы, съемочная команда рубрики «По уссурийскому краю». Ее ведущий Евгений Михайлов. Привет, дорогие исследователи. Ну что ж, вперед за новыми впечатлениями. Еще совсем недавно здесь на полянах было царство Адониса Амурского. Но, как говорится, святое место пусто не бывает. Ему на свену пришли новые цветы. Давайте же посмотрим, что это за растения. Немножечко узнаем про них поподробнее. В переводе с греческого «анемоны» означает «дочь ветра». «Анемос» – это ветер. Именно так звучит название этого цветка. По-русски – «ветреница». Мне, как ботанику-любителю, сегодня дико везет. Совсем рядом на одной. Буквально на небольшом расстоянии произрастают сразу два вида этих самых ветренец. Дубравная и комарова. Вот она. А это калужница лесная. Она на берегу водоема подобна Аленушке, которая, помните, в одной из сказок ждала своего братца Иванушку. Мы же будем следовать мудрым наставлениям этого произведения и воду пить не будем. Растение довольно любопытное. Это, друзья, гусиный лук Накай. В половине источников, где я искал информацию о нем, указывается, что он ядовит и его нельзя есть. А в других утверждается обратное. В общем, поработаем во имя науки и продегустируем. Так, первые три секунды козленочкам вроде не стал. Еще пять секунд полет нормальный. Симпатичный вид этого цветка. Они должны обнадеживать перед нами лютик. Уже само название его говорит о том, что это довольно лютое растение, ввиду своей ядовитости, которая была известна нашим предкам еще в далекую старину. Научное название семейства у них на латыни переводится как лягушка или лягушкообразная, ранункуляция. А почему? Ответ вообще простой. Поскольку растет оно зачастую вблизи воды, как и лягушка, которая обитает в такой же местности. А вообще-то, если честно, мои познания в ботанике обширными не назовешь. И поэтому, как точно называется эта хохлатка, я не знаю. Подсказкам буду рад в комментариях. Ну, а в названии этого цветка я уверен на все сто. Несмотря на то, что сама хохлатка сомнительная. Друзья, на этом, я думаю, наш краткий ботанический ликбез уже можно завершать. Хотите увидеться своими глазами? Приезжайте. Но не забудьте, что сейчас, помимо этой красоты, наступило время одного очень-очень опасного существа. И о нем вы узнаете в следующем выпуске. Так что, друзья, ждите. До новых встреч. Пока-пока. Феерию красоты и грации увидели уссурийцы на открытых краевых соревнованиях по художественной гимнастике. Спортсменки начали свои состязания с групповых упражнений. Сколько медалей заработали местные воспитанницы, расскажем далее. Совсем хрупкие девочки – настоящие пчелки на ковре. Часы тренировок команда проводит в зале, чтобы отточить каждое движение, добиться синхронности и технической правильности выполнения упражнений. Это основные критерии, по которым судьи оценивают групповую программу. Уссурийск стал местом проведения открытых краевых соревнований по художественной гимнастике. 417 участниц вышли на ковер. Наш город представили воспитанницы детско-юношеской спортивной школы и федерации по этому виду спорта. Хоть волнение и присутствовало, девчонки старались всячески поддержать друг друга. У нас девочка вышла почти чуть не вышла за красную линию. Это плохова, плохо, но я ничего исправил. Так выступили хорошо. Для меня это нормальный результат. Соревнования совпали не только с борьбой за медали, но и с приятным вручением знаков отличия. Семь уссурийских гимнасток в этом учебно-тренировочном году повысили свой разряд. Среди них пара новых кандидатов мастера спорта. Мария Смирнова и Алина Петрова. Учебный год близится к завершению. Мы сегодня уже начинаем подводить итоги. Будем сегодня поздравлять девчонок с присвоением спортивного разряда. Кандидат мастера спорта. Первый разряд и второй спортивный разряд. В индивидуальной программе уссурийская гимнастка Полина Смирнова стала серебряной призеркой среди девушек 14 лет. Медали такого же достоинства получили команды «Изюминка» и «Созвездие». А вот бронзы больше. На третью ступень пьедестала взошли составы «Вдохновение» Пикачу, «Бинго» и «Фортуна». Такой была эта неделя. Мы продолжим собирать для вас самые интересные новости. В студии работала Анна Клыга. До свидания.